Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Сыну 2,8. Пошёл в детский сад, дерётся со всеми, воспитатели постоянно жалуются, что... Ну, постоянно дерётся. Дома бывает тоже, может стукнуть меня или папу, чаще всего, на это у него две причины. Проблять внимание и злость, недовольство чем-то. Что делать, ума не приложил, мы постоянно проговариваем перед садиком и после садика, что никого не забить, что ребята не будут с дружицы играть. Говорю, что нас так выгонят из садика. Дома действуем по-разному, могу его отстранить, выгнать из свою комнату, могу наругать, иногда на эмоциях могу «шлёпнуть» или в кавычках дать задачу, например, укусить в ответ, что с этим делать. Сегодня воспитатель сказал, что обратил внимание, что он к детям подходит с сжатым кулаком. Ребёнок разводит «хорошо», говорит, «хорошо», говорит тоже «хорошо», много знает и всё понимает. Ну что же, значит, я думаю, что глобально проблемы заключаются в том, что в вашей семье принято делить эмоции, вот, принято делить чувства, вот, чувства на правильные и на неправильные. А когда происходит такая история, то есть когда эмоции делятся родителями, вот, то ребёнок очень часто, значит, ведёт себя именно так, как вы описываете, вот, и это первый момент. То есть необходимо вам проанализировать ваши отношения в семье, проанализировать свои отношения друг с другом, вот, и посмотреть, как много вы, ну, сдерживать в себе. Это первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Второе, это то, что, на мой взгляд, размывается граница между вами и ребёнком, вы говорите «мы, нас, ну, выгонят» и так далее. Вот, это второй момент, то есть нужно отличать одно от другого, нужно отграничить себя от ребёнка, да, и кого нас. Это такой момент. Следующий момент, в ваших реакциях, на мой взгляд, в общем-то, не содержится конструктивных, конструктивных ответов. То есть, когда вы говорите, что, значит, могу его отстранить, выгнать, это, по сути, агрессия. Наругать агрессии и дать сдачи, тоже агрессия. Обратите внимание, что вы, проговаривая, в общем-то, проговариваете только запреты. Вы говорите «нельзя бить никого». Это, вот, спрашивайте «окей, а вот, как думаешь, что ты чувствуешь, когда хочешь ударить?» То есть, чем продиктовано своё желание ударить? Откуда оно берётся, как думаешь? Вот, таких вопросов вы не задаёте. То есть, идёт запрёт. Вот. И не говорится о чувствах с вашей стороны ничего. Что вам что-то неприятно, что вам что-то больно и так далее. Вот. Ну и плюс, когда вы отстраняете ребёнка и выгоняете его, это же, по сути, как бы отталкивание его. То есть, ребёнок, он воспринимает то, что он делает, не просто, как неправильно, а что это он неправильный. Из-за чего появляется чувство вины, а вот своих чувств, которые он выраживает таким образом, детство никуда не может. И, значит, это приводит к такому кругу. Следующий момент. Момент. Значит, цель детского сада. То есть, зачем ребёнок ходит в детский сад? Просто. Дело в том, что, если это началось в детском саду, то, соответственно, нужно смотреть и исследовать то, какая обстановка, атмосфера в детском саду. Вот, понимаете, да? Так что, вот, тут то, что воспитатель постоянно жалуется на него, тоже не играет на арку. То есть, ребёнку нужно показать детскому психологу, вот, через проективную методику, посмотреть, что его волнует и беспокоит, вот, и работать с семьёй. То есть, это не проблема ребёнку, знаете, вот. Вы спрашиваете, что с этим делать, чем с этим ребёнком, ничего. Нужно делать всё с вами. Нужно вам с мужем, да, вот, прийти на консультацию к психологу и разобраться в ваших взаимоотношениях к семье. К семье, вот. Вот, например, у меня возникло ощущение гиперопеки, у меня возникло ощущение какой-то вот гиперправильности, желания быть правильными с вашей стороны. Ну, вот, страх осуждения какого-то стороны других людей и так далее. То есть, а, понимаете, вот эта вот фраза, что нас выгонят из детского сада, вот, даже, как бы, история про что? Про то, что мы, да, какие-то они такие. Мы должны подавить и зажать то, что нам не нравится. Ну, дети к такому малочувствительны. Не все, но вот в вашем случае ребёнок к этому не чувствительный. Ребёнок отражает то, что вы хотели бы сами сделать. То есть, ребёнок это ваше отражение. Если ребёнок ведёт себя так, значит, это то, чего вы хотели бы вы. Но вы себе этого не позволяете, позволяет ребёнок. Вы его за это вините, потому что вы относитесь к его проявлениям так, как относитесь к этим проявлениям в себе. Вот. И по сути получается борьба. Вы сейчас просто пытаетесь ребёнка как бы вот, ну, переориентировать, да, переадаптировать под себя. Это далеко не лучшая история. Вот. Поэтому это довольно серьёзно и нужна работа с психологом для того, чтобы во всём разобраться. Вот. И подобрать какую-то коррекцию. Именно вам, в первую очередь, вам помочь разрешить свои проблемы. Вот. И это благотворно повлияет на ребёнка. Вот. А ребёнку надо показать детскому психологу. Вот. В детском садике он должен быть. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.